7 февраля работники электросилы провели пикет на Московском проспекте с требованиями к администрации и к Совету дикторов силовые машины. Основные требования, которые прозвучали, это вывод акционерного капитала из офшорных зон и направление их на развитие производства и на повышение заработной платы. Прекратить применение заемного труда, сохранить существующие на заводах предучреждения, сделать в них обслуживание бесплатным, выполнить условия коллективного договора за 2009 год по повышению заработной платы и разработать программу по этапному повышению заработной платы до уровня и ниже стоимости рабочей силы. В заявленном мероприятии численностью 25 человек приняло участие порядка 50 работников силовых машин. Служба безопасности снимала всех участников с тем, чтобы впоследствии применить к ним репрессивные санкции. По прошествии месяца после бекинга эти санкции уже начинают приводиться. Началось давление на профсоюзных активистов и даже тех, кто проявил себя как-то на этом бекине. В настоящее время председатель профсоюзной организации завода электросилы Наталья Лисицына отстранена от работы, как не прошедшая экзамен по охране труда. Я активист профсоюза защиты, был направлен на внеочередную аттестацию по охране труда и тоже не прошел экзамен, не сдал за счет. И тоже отстранен от работы на месяц без оплаты. Остальные товарищи подвергаются психологическому давлению с целью принуждения к самоувольнению, либо в противном случае их грозятся уволить по сокращению численности или штата. Пытаются создать невыносимые условия работы для остальных участников. Мы проводим подготовку к заводскому митингу. С этой целью провели социологический опрос всех работников завода, данные сейчас обрабатываем. Мы, в свою очередь, будем сопротивляться, распаривать незаконные решения администрации. Сейчас обращаемся к солидарным общественным и профессиональным организациям с целью показания давления, подписания письмен, поддержки, ну и участия в других мероприятиях, которые мы будем проводить в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok